Субтитры подогнали Симон. Спасибо за просмотр! У меня рыжий слон нарисован. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо! 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 Дорогие друзья! Дорогие друзья! Спасибо! 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 ! Спасибо! 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 Дорогие друзья! Спасибо! Дорогие друзья! Спасибо! Решение о выделении 2,5 миллионов рублей для поддержки вашего центра. Можно я сразу вот только теплое распоряжение, которое я подписала, передам вам, как я и обещала. И в бюджете каждого года мы будем предусматривать эту сумму для того, чтобы было легче вам жить и творить. Вообще, я думаю, что существование такого арт-центра это традиция Санкт-Петербурга, потому что еще со времен Серебряного века вот такое нетрадиционное искусство, авангардное искусство, оно всегда сосуществовало с традиционным искусством. И как еще завещал нам Петр Великий, пусть на берегах Невы расцветают все науки и все художества. Я думаю, что существование вот уже 18 лет вашего арт-центра подтверждает эту замечательную мысль основателя нашего города. Хотелось бы, чтобы такие центры, конечно, были не только в центре города, но чтобы они были и в спальных районах, и в других районах. Мне кажется, надо развивать, надо создавать для этого условия. И я думаю, что над этим тоже нам надо вместе поработать, чтобы тот опыт, который вы накопили, он распространялся в городе. И со своей стороны я хочу сказать, что мы будем поддерживать, потому что я всегда придерживалась такой точки зрения, что не понимать не значит отрицать. И что на самом деле все виды искусства, творчества, художества, культуры, они все должны процветать в городе. В этом ценность нашего города, в этом его свобода, в этом его стремление к независимости, к его демократическим традициям. Я уже думаю, вашему центру свободы и стремления к независимости не занимает. Я хочу поздравить вас с очередным вашим днем рождения. Вы состоялись, вы есть. Вы явление в культурной художественной жизни Санкт-Петербурга. И я хочу пожелать вам творческих успехов, удачи. Хочу пожелать, чтобы все у вас получалось. И обещаю вам всю необходимую поддержку. С праздником! Ну что, я хочу сказать большое спасибо администрации города и лично губернатору города Валентине Ивановне Матвиенко. И хочу заметить, что в ее лице, наверное, следует поблагодарить и предыдущих мэров города. Потому что на самом деле как-то у нас складывались отношения. Начиная от Анатолия Собчака, который, собственно, благоустроил нас на благоустройство этого дома. Поскольку заняли мы его, как уже генеральный директор рассказывал, самостейно. И вот сейчас отношения развиваются, слава Богу. И последнее замечание Валентина Ивановна о том, что мы не должны быть одиноки в нашем городе, как центр. Это хорошее замечание. И я призываю всех творческих людей, независимых творческих людей, следовать нашему премьеру, занимать пустующие фабричные помещения, пустующие дома. Ну, не просто занимать, конструктивно предлагая свою программу. И дай Бог нас поддержит, всех вместе. А сейчас, значит, я стихов больше читать не буду. Анекдотов мы рассказывать не будем. Но поскольку все-таки Пушкин Александр Сергеевич нас-то, собственно, сюда и направил. Мы сделаем открытие памятника Пушкину. Сегодня мы получаем массу подарков из разных стран и от наших художников. И сегодня мы имеем возможность открыть бюст Александра Сергеевича Пушкина, работы Степана Макроузова. Где он? Степан! Потерялся. А вот он, вот. Раз, два, три. Ура! Кроме этого, из странных некоммерческих культурных центров Польши, Австрии, Германии, мы получили очень важное, как мне кажется, поздравление от человека, у которого случился юбилей на днях. Это писатель, это президент Ассоциации русских художников в Париже, это президент Дягилевского фестиваля, кавалер ордена Тябла Кибут. Это Вадим Викторович Нечаевский фестиваля, который проживает в Париже. Хочу сказать, что это действительно уникальный человек, помимо уже перечисленных регалий. В то далекое, дикое советское время, он рискнул открыть первый музей современного искусства у себя на квартире. И в то время, можно сказать, все неофициальные художники, которые имели место уже быть в Питере, в Ленинграде в то время, в Питере все равно, они проводили там свои выставки. Это был достаточно большой круг художников, эти выставки были интересны. И когда впервые на Венецианском Биеннаде были выставлены московские неофициальные художники, он и Георгий Михайлов на своей квартире открыли поддержку Венецианского Биеннаде, специальную выставку. Но правда, в то время это все закончилось печально. В результате, этот человек, Вадим Мечаев, был выдворен из страны. Но, если вы помните, три года назад был гениальный совершенно фестиваль независимого искусства в Манеже. Куда съехались вот эти выизгнанные из страны художники, писатели из восьми стран, где они теперь проживают. И результатом этого явилось, что многие, кто поживал, смогли получить, возвратить в себе гражданство с помощью, опять же, администрации нашего города. За что тоже это большое спасибо. Что это произошло. Вот, я прочту. Приветствую и поздравляю дорогих друзей, художников, поэтов, артистов с годовщиной новейшего российского парнаса, арт-центра Пушкинская 10. В уле судьбы Париж находится вдалеке от ковчега 21 века. И я тоскую по нему. Но благодаря параллелу шару я присоединяюсь к своей духовной семье в день ее праздника. Желаю дальнейших творческих успехов и неограниченных потоков любви, как близких, так и благодарных соотечественников. Вадим Нечаев, президент Ассоциации русских художников Парижа, президент Тягилевского фестиваля, кавалер ордена Тябло-Киот. Чтобы всем было понятно, что означают эти таинственные слова. Скажу, что в давние времена, еще в начале века, это был такой пароль иммигрантов русских. Когда они встречались, они, так сказать, шутку кто-то говорил, поскольку кругом были иностранцы, они тоже придумали свой язык, как Тябло. И мы отвечали, киот. Значит, это родные, это люди, это иммигранты, русские, это художники. Ну и мы изобрели такой орден, и на край первым орденоносцем стал вот этот замечательный человек. Поэтому мы немножко раньше объявил Андрюша Флобыстин. И я вас всех прошу пройти туда и направо в подъезд, большой зал Музея Нонконформительского искусства на открытие международной выставки. Я думаю, что мы пропустим сейчас вперед Валентина Ивановна, и затем вслед за ней двинемся в большой выставке. Спасибо. 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 Милые дамы и господа, вас всех поздравляю с праздником Андрей Геннадьев, который в Хельсинки. У него я вчера был в гостях. Ура. Вот так вот. Пожалуйста. Еще снимаете. Да. Что такое? Она непонятная работа. Считай на голос. Да, все время. Нет. Понимаешь? Считай на голос. Продолжение следует... Здравствуйте! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...